Панихида по погибшим проходила в часовне святого архистратига Михаила, ставшей неотъемлемой частью мемориального комплекса 35-й береговой батареи. Ведь строилась святыня не на пустом месте. Эта часовня у нас была построена и возведена, как знают многие, которые нас посещали, вообще-то на останках людей. И когда мы делали первую копку под нулевой цикл, обнаружены были окопчики с останками людей. Их было шесть человек. И сейчас, если люди заходят, сразу они видят перед собой такой куб, и на нем золотом нанесены фамилии и фрагменты, имя, отчество тех, кого мы смогли обнаружить. Побывали на Панихиде и почтили память павших воинов, как сами севастопольцы, так и гости из Киева и Москвы. Среди севастопольских защитников, участвовавших во второй обороне города, Василий Елисеев. На самом деле, вот эти события, эти дни свидетельствуют, и мир согласился, что это была героическая, самоотверженная оборона. К мемориальной дате приурочили открытие учебно-экспозиционного зала стрелкового оружия Великой Отечественной войны в реставрированном блоке команды дальномерного поста. Представители исторических клубов наглядно продемонстрировали оружие, которым бойцы оборонялись от фашистов. 62, объем диска, 47 патронов. На войне очень выручал, поскольку был одним из мощнейших прелетов крутили. Представители молодого поколения тоже не остались в стороне. Конечно, немцы были очень злые люди, но слава Богу, что мы победили, и наши дедушки были хорошими людьми. Мы ходили сейчас на службу, отстояли ее, сходили в храм, поставили свечи. Было интересно, очень. На территории 35-й береговой батареи открылась фотовыставка защитников Севастополя 1941-1942 годов и участников Великой Отечественной войны «Живая память». Готовилась она 5 месяцев с 17 художниками из Севастополя, Симферополя, Днепропетровска и Перми. Участвовали в проекте 148 ветеранов от 86 до 99 лет. Авторы проекта не только фотографировали убеленных сединами защитников Родины, но и беседовали с ними, узнавая много нового и интересного, хотя нередко и трагичного о войне. Рассказы о войне, они ужасные. Рассказы о блокаде чудовищные. Рассказы об осаде Севастополя, об оккупации, о последних днях того, что делалось здесь, это вообще не вместит. Я не могу ходить на море теперь. Когда появляется много знаний, то есть Голубая бухта для меня это уже не повод, то есть это уже не морской берег, это уже берег великой трагедии. Слова благодарности ветеранам за мирное небо над головой выразили и представители власти города. Я хочу перед вами пообещать, что городской совет немало сделал, но, наверное, еще больше будет делать для того, чтобы это продолжалось, чтобы наши ветераны были окружены заботой, и те программы, которые действуют, программа содействия и программа ветеран, получая свое развитие. Приглашаем вас всегда и в органы власти, и на те места, которые Севастополь возрождает для памяти. Будьте живы, будьте здоровы. Спасибо вам. В рамках торжественных мероприятий на территории мемориального комплекса состоялись демонстрация художественного фильма «Трое суток после бессмертия», до премьерный показ документального фильма «О чем молчала 35-я батарея», а также концерт симфонического оркестра Автономной Республики Крым.